Аплодисменты Аплодисменты Пророк, 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 почитайте. Я всегда, вот сколько я ни был, он всегда просил читать пророк. Если вы разрешите, я это же сделаю и сейчас. Духовной жаждаю томим, в пустыне мрачной я влачился. И шестикрылый Серафим на перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон моих зениц коснулся он. Отверзались вещи и зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон. И внял я небо содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводных вод, и дольние лозы прозябанье. И он густам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и в жало мудрой змеи уста замерзшие мои вложил десницею кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, плающий огнем, во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне воззвал. Восстань, пророк, и виждь и внемли, исполнись волею моей, и обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так получилось, что с детских лет, с 13 лет, в самодеятельности дворца культуры автозавода имени Сталина, теперь завода имени Лихачева, вообще этого завода уже больше нет, там Бог знает, что делается, строительные и так далее дела. Мы, человек 120, занимались самодеятельным с Сергеем Львовичем Штейном, режиссером, дирижером из Ленинского комсомола, ведомые мальчишки и девчонки. И это был самый лучший и замечательный период в моей жизни. Уже в 13 лет, 13 лет в концертах я читал из «Войны и мира» первый выезд Наташи на бал. 31 декабря, накануне нового 1810 года, был бал у Екатеринского вельможи. Экипажи отъезжали и подъезжали снова, и с карет выходили мужчины в мундирах, лентах и звездах. Дамы в атласе и горностаях осторожно сходили по шумно-откладываемым подножкам и торопливо и беззвучно проходили по сукну подъезда. У Ростовых, долженствующих быть на этом, получили торопливые приготовления одеваний, Наташа ехала на первый большой бал в своей жизни. Она в этот день встала в 8 часов утра и целый день находилась в лихорадочной тревоге и деятельности. Хлопотавшись за всех, она отстала и еще сидела перед зеркалом, накинутым на худенькие плечи пеньюаря. «Скоро ли вы?» – послышался голос графини. «Уже 10 часов!» В четверть одиннадцатого сели, наконец, в кареты и поехали. В сыром и холодном воздухе, в тесноте и неполной темноте колыхающейся кареты Наташа в первый раз живо представила себе то, что ее ожидает там, в освещенных залах, музыка, цветы, танцы. То, что ее ожидала, было так прекрасно, что она не верила тому, что это будет. Она поняла все то, что ее ожидает только тогда, когда выйдет из кареты, пошла рядом с Соней впереди матери, между цветами посвященной лестнице. Она ничего не видела ясно. Пульс забил сто раз в минуту, и кровь стала стучать в ее сердце. Она смотрела по сторонам и в отражении не могла отличить себя от других. Все смешивалось в одну блестящую процессию. Вдруг все расшевелилось, толпа заговорила, мужчины стали подходить к дамам и строиться в пары поиска. Наташа чувствовала, что она остается в числе меньшей части дам, оттесненных в стене и невзятых в польске. Она стояла, опустив тоненькие руки и, сдерживая дыхание, блестящими испуганными глазами, глядела перед собой с выражением готовности на величайшую радость и на величайшее горе. Они должны же знать, как мне хочется танцевать, как я отлично танцую и как им весело будет танцевать со мной. Ей хотелось плакать. Графиня Соня и она стояли от дни, как в лесу в этой чуждой толпе, никому интересные и ненужные. С хор раздались отчетливые, осторожные и увлекательные мерные звуки вальса. Князь Андрей, оживленный и веселый, стоял в первых рядах круга, недалеко от Ростова. Пьер подошел к нему и схватил его за руку. «Вы всегда танцуете. Тут и есть моя протеже, Ростова молодая. Пригласите ее». «Где?» – спросил Болконский. Он подошел к графине Ростова и «позвольте представить вам мою дочь», – сказала графиня, краснея и стесняясь. «Я уже имел счастье быть представленным», – ответил князь Андрей, – «если графиня помнит». Он подошел к Наташе и предложил ей тур вальса. То забирающее выражение лица Наташи, готовой на отчаяние и на восторг, вдруг осветилось счастливой и благодарной детской улыбкой. Они были вторая пара, вошедшая в круг. Князь Андрей был одним из лучших танцоров своего времени. Наташа танцевала превосходно. Ножки ее в атласных бальных башмачках быстро, легко и независимо от нее делали свое дело. А лицо ее сияло восторгом счастья. И едва князь Андрей обнял этот тоненький подвижной стан. И она зашевелилась так близко от него и улыбнулась так близко ему. Виной ее прелести ударила ему в голову. Он почувствовал себя ожившим и помолодевшим. Князь Андрей стал ездить к Ростову и, не стесняясь, старался остаться наедине с Наташей. Она же бледнела от страха ожидания, когда оставалась с ним на минуту с глазу на глаз. Дорогие друзья, я счастлив, что я приглашен впервые на этот фестиваль. Прекрасный фестиваль, фестиваль «Золотой князь». Здесь мои многие знакомые, мои многие друзья и прекрасные лица в оркестре сидят сегодня, особенно женская часть. Но и мужская тоже прилично выглядит в таком же церкви. Дорогие друзья, я желаю вам всем счастья и пусть Богородица поцелует каждого. Мы оба щукинцы, щукинское училище. Василий Семенович постарше меня, его супруга помладше меня. Она здесь в зале. Выдающаяся русская актриса Ирина Купченко. Уже можно говорить, что это так. Я бы очень хотел, чтобы Ирина что-то вам сказала. Дорогой Коль Николай Петрович, вот ты как в Андрее Рублеве отлил колокол, и он ударил. Вот так ты продолжаешь в него бить по сегодняшний день. Ты настоящий подвижник. Вот то дело, которое ты осуществил, вот твой этот форум славянских народов, «Золотой Витязь», это такой, знаешь, глоток духовного воздуха в нашем так изменившемся, жестоком и меркантильном мире. Спасибо тебе огромное за это. Вы знаете, вот я как села вот в кресло в этом зале, и на меня вот еще даже до начала того, как что-то стало происходить на сцене, вот какой-то душевный мир меня охватил. Потому что я знала, вот когда я нахожусь в этом храме, в этом зале, ничто, что бы тут ни происходило, на сцене, тут собрание бывает, не оскорбит мне взор, не оскорбит чувство, что все, кто в этом зале сидит, я абсолютно уверена, что тут нет чужих, что тут все свои, мы все смотрим в одну сторону, мы все думаем об одном, мы все любим одно. И это дает такую, знаете, вот внутреннюю силу и уверенность в себе, которая вот в каком-то другом месте и в другом зале, самом знаменитом, прославленном, ты никогда не почувствуешь. Я хочу всех вас за это поблагодарить, я хочу пожелать всем веселого праздника поста, который вчера начался, и скоро уже будет Рождество, не успеем оглянуться, пожелать всем благополучия и в семье, и на работе, и душевного покоя, душевного мира и нечаянных радостей. Спасибо. На сцене оркестр «Центр», «Радость», а дирижер Дмитрий Базанов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ ПЕСНЯ Поселилась в сердцах живых Этот вечный огонь Нам завещанный одним Мы в груди храним Посмотри на моих бойцов Целый свет помнит их лицо Вот застыл батальон в строю Снова старых друзей узнаю Хоть им нет двадцати пяти Трудный путь пришлось пройти Это те, кто в штыки Поднимался как один Те, кто брал Берлин ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ